Бои Сыны Святого Духа. Аминь. Сегодня, братья и сестры, мы с вами чтим память Иоанна Крестителя, Рока Божьего. И в Писании, которое читается сегодня на литургии, сказано о том, что Иоанн, видев Иисуса, сказал окружающим, вот Агнез Божий, землющий грехи мира. Как Иоанн провидел себя? Духовное существо познает своим духом другое духовное существо. Ибо дух, обитающий в человеке, чувствует такой же дух в другом. И это относится не только к праведникам. Грешники тоже очень хорошо чувствуют грешников. Предатели-предатели, грабители-грабители, лицемеры-лицемеров. И, как в духовном отношении это происходит, стараются быть ближе друг к другу. Праведник чувствует праведника особо образом. Он ощущает некое присутствие Божественного Света. Еще в древности говорили люди, умудренные от Бога наукой. Подобные растворяются в подобных. То есть, металлы в металлах, спирты в спиртах, углеводороды в углеводородах, соответственно, да, и так далее. Такое духовное существо взаимопроникает друг в друга. И мы во многих учениках видим их учителя. Так что, как сказано, да, у апостола, некоторые говорили, мы Павловы, мы Аполосовы. Апостол говорил, мы Иисус. Мы – суть Христовы. Ибо Его Дух у нас во всем. И Иоанн сказал удивительную вещь. Вот идет Тот, Кто был для меня. Ведь Иоанн, как известно, родился раньше Иисуса. Но, опять же, это замечание духовное, да? Вот идет Тот, Кто существовал. И прежде даже Я зачат был. Ибо Иоанн Рок, и Он говорит вещи, которые окружающие не могут вразуметь, да? Они слышат, но внутрь разумения не проникает. И даже ученики Иоанновы тоже спрашивали Его, да, кто вот этот есть, да? Кто Иисус, пришедший из козалета? Почему ты такого высокого мнения о нем? Ведь Он же не такой босик, как ты. Он не такой пустынник, как ты. Он не такой пророк, как ты. Ты выше всех. Но здесь есть некий запор, удивительный. Люди часто судят по своему разумению о других людях. Но им не хватает понимания того, что Бог судил, да? И как Он судил? Это совсем другой суд. Это совсем другая ситуация. Проще говоря, люди полагают, что пророк должен быть какой-то образцово-показательный человек, да? С каким-то идеальным житием, с каким-то, вот, я даже не знаю, там, как это выразить, да? Каким-то шаблоном таким, да, внутренним, который укладывался бы в рамки ожитийной литературы. Но нет. Пророк – существо Божие. И кого Бог наделяет глазом, тот и наобладает. Из списка пророков я не могу исключить тех удивительных людей, которые говорили в свое время вещи откровенные. Тот же Пушкин, да, Александр Сергеевич. Воисту – пророк народа своего. И та же ослица, которая возразила Валаам, да, тоже пророчица, хоть она и рода животного. Пророк – есть труба Божья, а ее внешний вид не должен никого заработать, да? И все хорошо слышат правду, если они духовны, да? И вот ученики его, они попросили, да, ну почему так, да? Почему ты ему воздаешь такие почести? Почему ты говоришь, что ты обувь не имеешь права понести за ним, да? Почему ты говоришь, что ты должен креститься от него, а не он от тебя? Да, и ты живешь, да? А вспомните, да, слова. Что велико перед людьми, пред Богом? Не всегда велико, да? Иногда является ничтожным перед Богом. И все усилия для того, чтобы достичь какого-то положения, да, там, посты, или, скажем так, ученость, или что-то еще, Это все может быть весьма-весьма посредственно в глазах Божьего. Ибо не это суть, да? Суть к другому. Способен ли человек на нечто большее, чем обладает его природа? Способен ли он выйти за пределы своих возможностей, так, чтобы достичь обожения, Чтобы исполниться Божьего Духа, исполниться благодатью? Чтобы уже не быть, как сказано в Писании, тростью колебленной, ветром носимой. Иоанн, муж великий, засвидетельствовал своей кончиной, свою пророческую сущность, да? Ибо пророк не уйдет из мира без награды, найдется тот, кто возложит на него руки свои. Их множество, да, среди творческих людей, да, поэты, писателей, художников. Многие из них окончили свой путь очень и очень трагически, да? Молодые поводы, да, как вот тоже Лермонтов, Михаил Юрьевич, да, и Александр Алексеевич. Я понимаю, что они не колонизируют церковью, да? Я понимаю, что и протокопа-бакуум тоже не колонизируют церковью, да? Но это великий пророк. И, как бы сказать, документ здесь не имеет никакой роли. Потому что духовное, разумеет духом, оно зрит духом, да, оно зрит очами, не материально. И смерть есть очевидное свидетельство их правоты. Потому что нет той жертвы выше, чем кто, как сказано в Писании, положил бы душу свою за тех, кто ему дорог. За тех, кто ему действительно дорог. И часто это не родство какое-то, не плоть и кровь, да? А это именно духовное свойство. Ибо, как сказано в Писании, врагами человеку могут быть и ближние его, да? Могут быть и те, с кем он живет в одном доме, да, в одной квартире. С кем он связан родственные мусори. И часто они искушают, да, человека духовного и обременяют его подъем вверх. Если вы усомнитесь в моих словах, да, то я вам приведу, опять же, пример из Писания, когда к Иисусу приходят мать его и брать его. И присутствующие говорят, ну, впустите их, да, они пришли к нему. А Иисус, услышав, говорит, мать моя и братья мои, это те, кто стоят рядом и слушают, что я говорю, а не те, кто стоят за дверью. И не надо здесь ничего искательно сказать, но это правда, как она есть. Потому что кто с тобой пойдет след после твоей смерти? Только тот, кто с тобой связан духовно. И никак иначе. Здесь другое раствор и свойство не имеет никакого значения. Человек, который не близок к тебе духовно, он с легкостью тебя придаст и откажется от тебя в любой момент, когда ему это будет необходимо. И только люди, которые друг друга познали Духом, только они держатся по-настоящему друг за другом. И, казалось бы, да, в глазах людей Иисус, ну, что он из себя представляет, да, он ходит на свадьбы, там, первую со всеми. Ходит болва, что якобы он превратил воду в вену, да. Ну, что там там еще такое делать, да, но на фоне Иоанна, да, у нас очень любят, как бы сказать, людей не от мира сего, да, которые ведут себя осовым образом. Говорят умные вещи, или как-то там вот накладывают на себя посты, или какие-то еще трудности, да, житейские. Очень любят, потому что действительно мы и сысковались по-духовам. Это правда. Очень сильно. В каждом из нас живет тоска по такому человеку, который простыми бы словами объяснил, как все есть в этом мире. В каждом из нас эта тоска живет. И поэтому понятно, почему люди тянутся к подобным, да, поискам. Однако находятся и те, кто старается очернить, да, очернить, как-то вот, исказить на представление о духовных запросах людей. Вот сегодня я, например, прочитал с утра заметку, да, о том, что сказал Протвериусе Лотчат. Он, конечно, человек экстравагантный в своих суждениях, но опять он ополчился зачем-то на купающихся на крещении. Не только он, да, еще и в Челябинске где-то просмотрел. Меня вот очень удивляет, господа, да, с вами-то все понятно. Вы образованы, книжны, и у вас настолько теплое место под одним местом, да, что... Мама, без какого-то засуга не отчего. Но кто позаботится о тех, кого вы не видите в упорах? Кто ищет от Бога хоть какое-то исцеление, хоть какую-то помощь? Да, них, может быть, купель это и есть. Единственный ответ на их запрос. Что же вы им запрещаете входить в купель Господа? У вас все хорошо. У вас уже на два века припасено, да, всего? Что же вы других тогда не даете благодать? В каком случае справедливо на вас обрушить их болезни, их немощи и их запросы? Но вы дистанцируетесь от них. Поэтому рубящий, зная, что меч обоют остров, ты сечешь им тех, кто тебе не нравится, но знай, что он рассекает самого тебя. Потому что есть глаза, которые смотрят на тебя пристально и внимательно изучают каждое движение. Поэтому рубящий всегда помню о том, что сказано в писании. Не мир принес я, но меч, меч обоюдный остров, рассекающий до суставов и до последних сухожиданий. Ботовое осуждение, оно, как бы сказать, весьма опасное. Но дело не в том, что мы там кого-то подвергаем суду. Дело в том, что суд, который мы приносим, часто проходит сквозь нас самих. И он милец приятный. Надо это всегда осознавать. Окупающиеся, что мы можем сказать вообще о нас, о тех, кто входит в руки Господа каждый год? То, что мы связаны тоже неким духом. Это не какая-то бравада, да? Не то, что мы хотим друг другу показать. Хотя, возможно, да, мы хотим засвидетельствовать, что мы вместе рождены в одном купеке. И мы не боимся смерти за наше утверждение. Еще такое прохождение сквозь огонь, сквозь воду, сквозь там какие-то вещи такие, условно, условно относящиеся к переходу через смерть. Это сохранилось во многих культурах разных племен. То есть, когда юноша исполняется, условно говоря, 12-13 лет, его проводят через обряд инициации, посвящения. Либо он должен прыгнуть через какие-нибудь там препятствия с ножами, да, и обязательно пораниться, да, чтобы потом полностью жить, что он стал мужчиной. Либо он должен через огонь пройти, либо, как в некоторых народах, там еще там используются разные виды насекомых, опасных весьма, да. Человек переступает грань, и он заявляет о себе, вот я и я не боюсь смерти, потому что я един со своим народом, и мне некуда больше идти, да. Вот я сын своего народа, и я останусь в нем на веке. Купель, купель связывает нас не только родством плоским, да, у нас связывает нас Ростов, ибо с нами купаются не только люди русские, да, но и прочих народностей достаточно. У нас единый дух. И это связывает нас надежнее любого другого, скажем так, возбужденного Ростова. Гораздо нахар. И примером тому, конечно, является образ сорока севастийских мучеников, замученных в ледяной воде до смерти. Или пример мучеников уже советского периода, да, когда их в лагерях ставили в ледяную воду, и они умирали, с верой в Бога у них не было другого выхода. И это нас связывает с ними, а не просто с тем, чтобы показать свою умность. Знаете, какая-то модель, да. Я вышел из купели, и руки валяли так, что, собственно говоря, я уже чувствовал, что сейчас забою, да, от горя. И я их открывал в тазу с кипятком, да, для того, чтобы они просто не, как бы сказать, заставили меня внутри себя орать, да, от того, что так было. Какая добровольная, да. Я прекрасно осознаю, стоя наверху, на ступени, что сейчас будет очень больно. И каждый раз прохожу через это. Дело не браво, не будет, да, молодец. Я уж, как бы сказать, не так и молод. Вот. И если кто-то хочет показать браво, да, пожалуйста. Пусть он покажет, что он тоже чего-то стоит. Это вполне естественно. Как бы сказать, людей смелых, как бы сказать, их мир признает. И женщины, потому что они могут пойти и повезти за собой остальных. И это хорошо. Так дайте им возможность себя проверить. Он даже любит это самое, как бы сказать. Человека сильного, смелого взятия, вот, как бы сказать, да, под клиенту загнать, да, чтобы он не слишком выделялся на фоне остальных. Ну, вот и Анна, пророка усекли как раз таким образом, да. Он слишком ноги мешал. Слишком высоко возвышался на прочь. И даже царь, который любил его, предал ему предать то, что любишь. Это самый страшный грех вообще на земле. Потому что чем тебе оправдаться? Да нечем просто. Совершенно нечем. После случившегося, ты бы рада уже, как бы сказать, вылезти из кожи, чтобы вы, как-то, выйти из положения. Но уже поздно, да. Голову принесли на грудь. На, ешь. Великий Царь. Такого учащих пророков? Они признаны миром, бывают, и бывают миром в реках. И в ряду первых стоит, конечно, Иоанн, пророк, веститель Господь. Как сказано, да, унаследовавший участь выше прочих сынов человеческих. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова